Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 13 января По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают зимний день бога Перуна По народному месяцу слову Меланья, Васильев вечер, щедрый вечер В этот день христиане чтут память святой Мелании римлянки Живший в эпоху императора Флавия Гонория Августа, 4-5 века Вечер накануне Нового года назывался щедрым Хозяйки готовили множество снедия Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год Особой популярностью пользовались блюда из свинины Так как святой Василий считался покровителем свиноводов Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие Вечером же крестьяне выходили на улицу щедровать Надевали маски, наряжались и шли к соседям Гуляющие пели щедровки Особые песни, в которых величаются хозяева дома За эти песни ряженые получали самые щедрые за все время календаря подарки Отсюда и одно из названий 13 января – щедруха На Новый год было принято щедро угощать домашних и гостей мясом и жирными блюдами Поэтому этот день назывался еще и жирная кутья Считалось, что чем щедрее хозяева угостят или одарят календующих Тем богаче будут жить в наступающем году Не случайно появилась и поговорка «Наварила, напекла, словно на Маланьину свадьбу» После заката солнца семья парилась в бане И торжественно с зажженной свечой ужинала Все старались вовремя прибежать домой Привести себя в порядок, чтобы торжественно в полночь встретить Новый год Васильев вечер считается также самым подходящим временем для гаданий А помимо празднований народ и за погодой не забывал наблюдать А потому примечал Если в ночь ветер с юга, год будет жарким и благополучным С запада – к изобилию молока и рыбы в наступающем году С востока ждите хорошего урожая фруктов Ясная звездная ночь под 13 января – к урожаю ягод И советовали – стряхните в полночь снег с яблонь Тогда в наступившем году будет богатый урожай яблок А по одному из древних календарей славяне в этот период Отмечают зимний день бога Перуна Бог Перун – бог покровитель всех воинов и многих родов из расы великой Защитник земель и рода святорусов от темных сил Бог-громовержец, управляющий молниями Сын – бога Сварага и Лады Богородицы Внук – бога Вышеня Бог-покровитель чертога Орла во сварожьем круге Бог Перун уже трижды прибывал на Мидгардземлю Чтобы защитить ее и роды великой расы от темных сил пекельного мира Эти битвы света и тьмы происходили через определенные промежутки времени По истечении сварожьего круга, который составляет 25 920 лет и 99 кругов жизни Круг жизни равен 144 летам, то есть через каждые 40 176 лет После первых трех небесных битв между светом и тьмой, когда победили светлые силы Бог Перун спускался на Мидгардземлю, чтобы поведать людям о произошедших событиях И о том, что ожидает Земля в будущем О наступлении темных времен и о предстоящих великих ассах, то есть небесных битвах Много легенд о великом Перуне существует Вот одна из них Поединок Перуна Было время, когда злой бог подземного царства и вечный стужик Карачун Поссорился с богами и был свергнут ими с небес После чего едва не заморозил пол мира Люди и звери замерзали на ходу Птицы падали на земь, будто ледышки Мало было Карачуну власти над землей Пожелал он воцариться и в небесном царстве Сотворил изо льда и снега могучего демона зимы Вдохнул в него вместо души клуб морозного воздуха И отправил биться с богами Этот демон обладал страшной силой и хитростью Сначала он напустил злые чары на Сварага И тот крепко заснул Потом зима распугал стада небесного пастуха Велеса Напрасно тот звал своих помощников медведей Они спали крепким сном в своих берлогах По завыванию зимы Стревожились боги и стали собираться на битву И тогда вышел вперед громоносный Перун Я вызову демона зимы на смертный поединок Объявил он Пока мы будем сражаться Вы попытайтесь пробудить Сварага от колдовского сна Без его испепеляющих лучей Нам нипочем не одолеть злодейское порождение карачуна И начался страшный поединок Что творилось? Молнееносное копье Перуна Разбивало вдребезги ледяной щит и палец у зимы Но коварный демон Выпускал из груди клубы морозного воздуха И его оружие вновь обретало силу Чудилось Бой длится целую вечность И никак не могли богатыри одолеть друг друга Потому что зло бывает неутомимо в своей разрушительной, страшной силе И тут, наконец, богам удалось разбудить Сварага Ему поведали о поединке Боги думали, что Свараг немедленно испепелит жестокого демона своими лучами Однако Свараг задумался Он был могуч и суров, но справедлив Ведь боги сами сбросили карачуна на землю Оттого он и возмечтал о мести И тогда Свараг своей волей прекратил поединок и рассудил Что отныне карачун и зима будут царствовать над миром в определенное время года Которое так и назовется зимой А потом на смену ей придет весна Это несправедливо, угрюмо сказал Перун Еще немного, и я победил бы этого страшного богатыря Сбросил бы его с небес на землю А ты не дал мне насладиться победой Что скажут боги? Что подумают люди? Разве я малое дитя, за которое должен заступиться отец Чтобы ему не набили синяков да шишек? Позволь мне завершить бой Ты будешь сражаться с демоном зимы каждый год Согласился Свараг Твоя победа и станет знамением победы весны Так и повелось с той поры И когда мы слышим первый весенний гром Это значит, что Перун нанес демону зимы завершающий самый страшный удар И уже никакая сила не заставит стужу воротиться на землю до срока Зимний день бога Перуна – необычный день Если вы сегодня будете работать с каким-либо намерением внутри себя То оно обязательно сбудется Причем, возможно, совсем в ближайшее время Магия и сила древних предков никуда не ушла Она здесь Помните и почитайте богов и многомудрых предков своих Славяне Братья-месяцы 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 Братья-месяцы